Вице-премьера правительства Дмитрий Казак Александр Жуков, один из главных олимпийских инвесторов Владимир Потанин, губернатор края Александр Ткачев, а также председатель координационной комиссии международного олимпийского комитета Жан-Клод Кили говорили об олимпийском наследии. Экономическая сторона вопроса многих интересует в первую очередь. Игры в Сочи уже вошли в историю как самые дорогостоящие. Тем не менее, большая часть потраченных денег пошла на развитие самого города, где была создана спортивная и курортная инфраструктура мирового уровня. Сочи удалось привлечь рекордное количество частных инвесторов. В олимпийском парке после олимпиады уже побывали 30 тысяч человек, участники и зрители спортивных соревнований и просто туристы. Та инфраструктура, и спортивная инфраструктура, и городская общественная инфраструктура, туристическая инфраструктура будет многие годы служить миллионам российских граждан и жителям нашей страны. Уже сегодня в городе Сочи побывало два круизных лайнера. Это впервые в этом городе никогда не было. Два круизных лайнера с иностранными гостями, иностранными туристами, которые посетили Олимпийский парк. До конца года по вчерашнему прогнозу, который мне давал соответствующий инвестор, владелец морского порта, их будет около 60 таких круизных лайнеров. Если мы будем просто сидеть и ждать, манны небесные, ждать, когда у нас польется золотой дождь, ничего не произойдет. Это все точно заржавеет и обвалится. Но вот сегодня я вижу, что все замотивированы для того, чтобы это запустить. И город, край, так сказать, занимается Олимпийским парком. Очень много посетителей работает. Тематический парк наш, первый в России Диснейленд. Детско-развлекательный парк. Каждый день посещение порядка 10 тысяч человек. Мы планируем, и 1 июня это уже большое открытие. И, кстати, детский парк, Сочи парк, находится в центре Олимпийского парка. То есть в самом сердце Вени действительно было непросто, как и Формулу-1, строить одновременно с Олимпийским парком, с олимпийскими и спортивными объектами. Но, тем не менее, решение правительства, и все мы убедились в том, что уже думали за 5 лет до Олимпиады, как будем мы жить после Олимпиады. Судьба всех олимпийских объектов определена. Стадион Фишт станет домашней ареной сочинской футбольной команды, рассказал Александр Ткачев. А в Ледовом дворце Большой обоснуется хоккейная команда сочинские леопарды. Кроме того, в Олимпийском парке сегодня идет активная подготовительная работа к принятию Гран-при Формулы-1. Гонки пройдут в Сочи в октябре. Что же касается горного кластера, а уровень лыжных трасс уже признан экспертами как один из лучших в мире, его будут развивать. Курорт Розахутор станет круглогодичным. Там появятся велосипедные дорожки и горные маршруты. Мы построили впервые за всю историю зимний курорт мирового уровня. Давайте вспомним, начиная с декабря месяца по март миллионы россиян уезжали в Европу кататься. Потому что лыжные виды спорта очень популярны у нас в том числе в стране. Не в страну, а значит увозили миллиарды долларов, евро в другие страны. И пополняли другие бюджеты, и создавали рабочие места и так далее. Единственный курорт на большую, холодную, снежную страну. Мы сделали только первый шаг за 7 лет. И благодаря олимпийскому проекту. И не только зимний, но и летний отдых. Мы построили плюсом к существующим в Сочи порядка 40 тысяч номеров. А что касается рабочих мест в результате олимпийского проекта, то их примерно около 100 тысяч. И это количество будет расти. То есть это действительно экономический проект. Олимпиаду мы так рассматриваем, как регион. Это естественно плюс консолидированного бюджета края, и самого, собственно, города Сочи. И не только. Но пользуясь случаем хочу пригласить и Дэвида Грей, и всех гостей, кто нас смотрит и видит. Сочи – излюбленное место. И в октябре месяце, хочу напомнить, королевские гонки, гран-при, Россия, впервые за всю советскую, российскую историю будут проходить. Поэтому 50 тысяч билетов с 1 июня мы уже распространяем. Ежегодно Край принимает больше 12 миллионов туристов. В этом году их будет не меньше. И Сочи, уверены участники дискуссии, станет одним из главных центров притяжения. По сути, вся созданная инфраструктура работает сегодня на весь регион и, конечно, город. Последние данные экологов показали, что и вода в море, и воздух в Сочи стали чище, чем были до начала Большой Олимпийской стройки. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.